Володя говорит, Серёга, смотри, БГ. А кто такой БГ? Да ты чё, это же БГ, это же не ГБ. Я пойду попрошу сфотографироваться. И он подошёл к Гребенщикову, сказал, я вас узнал, сдавайтесь, давайте сфотографируемся. И сфотографировался. И сфотографируемся. Володя, но северный ветер молдул. Он хранит всё, что скрыто. Он сделает так, что небо будет свободным от туч. А если я умру, ты не беспокойся. Просто потернись, станет легче буду. И сфотографируемся. И сфотографируемся. Один мой знакомый, он знает, он в курсе, он сказал, что оно придёт с гор. То есть, в риме, которое придёт с гор, это библейская цитатка из псалмов о той помощи, когда автор псалма поёт, мы ждём пришествия с гор. Эта помощь придёт с гор. Я думал, это про Чечню. Нет, это Бог. Бог ещё приходит с гор. Кроме чеченцев. Есть защита такая академическая. Это, конечно, очень важно. Это статус на всё. Но если бы все защиты проходили вот таким образом, сначала такая академическая, а потом народная, когда ты не знаешь, какие вопросы зададут, ты не готов к ним. Они могут спонтанно кидать. Значит, если народ принимает это, если ему тема близка, если эту тему можно рассказать простым языком, не терминологическим, не научным, я думаю, это очень дорого. Я встречался на общих основаниях с ним. То есть, вряд ли он вообще знает такое имя Евгения Юрьевна. Хотя в тот момент, когда я дарил ему свои стихи, и он сказал, что они ему понравились. Но я думаю, что у него столько, такой широкий круг знакомств, а как он говорит, что настоящие друзья, они в единичном эквиваленте. Я ему напишу, что вот диссертация прошла в народном клубе под таким хорошим народным названием. И я думаю, он на это должен отреагировать. Но если не отреагирует, он всё равно будет знать. Письмо-то дойдёт.